ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Спасибо всем тем, кто материально поддерживает канал. Это очень приятно и здорово. Ну, а я хочу продолжить, поскольку раз уж начал, то не отвертеться. Продолжить показывать пластинки группы Крим. Одной из величайших групп тяжелого рока Великобритании и всего мира. Пластинка Wheels of Fire. На самом деле, на мой вкус, наверное, самая лучшая, а точнее, самая мною любимая. У меня их две. Одна вот оригинальная, правда, американская, не английская. Хотя похожа на английскую по фактуре обложки. 1968 год. Двойник. Абсолютно шикарный альбом. Хотя, казалось бы, после первых двух пластинок Fresh Cream и Disraeli Gears уже дальше ехать некуда. Уже такая планка качества. И в написании песены, и в исполнении, что превзойти себя невозможно. Но, возможно, превзошли себя легко и непримужденно. 1968 год. И здесь настолько все странно, я бы сказал. Настолько все странно, что эта группа, конечно, не могла не развалиться. Ну, не могла. Поскольку так все в разные стороны. При этом все, ничего плохого, все очень хорошо. Все даже больше, чем хорошо. Безумно хорошо. Идеально просто. Но настолько все по-разному. И тут тебе и блюз, тут тебе и тяжелый рок. И зачатки просто heavy metal, я бы сказал. И в то же время барочные, акустические, фолковые, психоделические вещи. И все это абсолютно не увязывается в одну группу. Ну, не увязывается никак. Не могла эта группа не развалиться. Потому что очень разные вкусы, видимо, были у музыкантов. У всех троих. Очень разные возможности и очень разные цели, наверное, своего творчества, своего музицирования. Но при этом настолько великолепно все это получалось у них, что, я повторюсь, что, на мой взгляд, это лучшая запись «Крим» 68-го года. Двойной альбом. Один альбом концертный. Вторая пластинка концертная. Всего из четырех вещей состоит. Первая пластинка студийная. И начинается она с величайшего хита всех времен и народов. Тьфу, какое омерзительное слово, я сказал. Какое тошнотворное слово «хит». Как я не люблю это. Как я не люблю хиты. Это чудовищно. И извините, извините, больше не буду. Замечательная песня, которая является, наверное, как мне кажется, прародительницей всего хэви-металла, всего тяжелого рока. До всяких Led Zeppelin, до всяких Deep Purple. Начало положено песни «White Room». Это такая ломота, такая прямая гитарно-басово-барабанная история. Тяжеленная. Тяжелее. Не знаю, кто в 68-м году играл. «Iron Butterfly» вполне допускаю в Америке. Но «Iron Butterfly» более как-то их разносило в стороны. Как-то они тоже, они... Как-то не было цельности такой. Хотя очень красиво. На концертах адские чудеса творили «Iron Butterfly». Я показывал концертную пластинку одну этой группы. Очень рекомендую. Там просто «вух, что такое?» «Вух, что такое?» Студийные записи не передают вот этого... Вот этой мощи группы «Iron Butterfly». Ну, я отвлекся. «White Room» убирает все. И гитара с квакушкой Эрика Клэптона. Очень точно, очень точно все сделано с квакушкой. Вообще непростая история с ней работать, потому что перебрать легче легкого, что называется. Нет, здесь очень много и очень классно сделано режущий звук гитары Клэптоновский. Есть подозрение, что там фейзер прилеплен прямо к гитаре у него. Где-то я, кстати, про это читал. В общем, она пробивает все. Такой тембр, который пробивает, прорезает любую ткань музыкальную, любую подкладку. Феликс Папаларди здесь играет еще на виолончели вдобавок «White Room». Что потом использовал Марк Боллан, кстати говоря, в массе своих пластинок. Подключал виолончель. Не подключал к электрической гитаре, а миксовал электрическую гитару с виолончелью. Очень, очень классно получалось. Мощнейшее начало. Вот это «White Room», которое просто все как... Вот он, здравствуй, хэви метал 68-го года. Вот ребята заиграли. Заиграли. Следующий номер «Sitting on the top of the world» Честера Барната, то есть Вилли Диксона. Вилли Диксон пел очень сладким и нежным голосом при всем зверстве его песен. А «Крим» сделали из этой песни настоящее ревущее зверство с уменьшенными аккордами на гитаре Клэптона, на которые вот этот диссонанс такой прет. Такие четкие риффы, прописанные Вилли Диксоном. Все это сыграно с такой злобой, с такой яростью, с таким грохотом барабанно-басовым, что я не знаю, Вилли Диксон, как отнесся к всему произведению. Очень здорово. Здесь никаких виолончелей. Здесь такое чисто роковое трио. Очень хорошо. А вот «Pass in the Time» начинается полотно. Оно больше всего напоминает ранний «Пинг Флойд». Настоящий «Пинг Флойд» Сида Баррата. Психоделические такие а-ля Барратовские вокальные построения с музыкой прозрачной и, повторюсь, психоделической. Хотя я не люблю определения, но просто чтобы не тратить время и не рассказывать, что там погруженные в реверберацию звуки перкуссии, бас-гитары. За обработанной флэнжером гитары электрической шести струн. Зачем эта вся болтовня, можно сказать, психоделическая. Каждый по-своему это понимает все равно, потому что это определение не значит ровным счетом ничего. Но, тем не менее, вот эта вот воздушная такая история вдруг переходит неожиданно в «Хэви Мэтал». И начинается вот такая гитара. Прямые барабаны Джинджера Бейкера и его томы, которые всегда у него звучат везде. Он через томы играет любые песни. Все, что он играет, он всегда через томы. Никаких вот этих вот сетки вот этой вот идиотской. Нигде, никогда. Да, все время через высокие вот эти вот высокие гулки, верхние и нижние томы. И потом опять раз и после «Passing the Time» опять. Та-та-та-та-та-та-та. Поет Джек Брюс. Очень странное произведение. Но, тем не менее, тут вам и рок тяжелый, и вот этот вот барротовский «Pink Floyd» все в одном таком вот полотне. «As you said», «As you said», следующий номер, закрывающий первую сторону. Это вообще совсем странная какая-то штука. Это то, что потом стали играть Led Zeppelin на всех своих альбомах. Это такая странная акустика, странная тяжелая акустика, я бы сказал. Опять-таки с виолончелью, пространственная. Хотя короткая, всего 4 минуты. Но она такая гипнотизирующая акустическая вещь с псевдо-околовосточными мелодическими кусочками. Это прямо вот такое ощущение, что Led Zeppelin, конечно, это все слушали, конечно, это все мотали на ус. И похожие вещи потом уже игрались, игрались и игрались. Но моя любимая здесь штука, как ни странно, это две песни на второй стороне. Those Were The Days, одну из них, которую написал, я очень был удивлен, Джинджер Бейкер. Написал ее вместе с Миком Тейлором, который здесь не играет, а является одним из авторов. Такая мелодически красивая, сложная, тяжелая вещь с неожиданной мелодией, с неожиданной аранжировкой. И Джинджер Бейкер показался мощнейшим композитором в этой вещи. Чего я бы никогда не сказал. Замечательный барабанщик, замечательный лидер. Но вот такая музыкальная в нем прорезалась вдруг композиторская черта, что это просто меня потрясло. И, конечно, Deserted Cities of the Heart. Песня Джека Брюса и Пита Брауна. Последняя, пятая, на второй стороне. Красоты невероятные, сложноты невероятные. И здесь мы слышим то, что будет записывать Джек Брюс на своих сольных альбомах дальше, после распада Крим. Слово «сложные» я употребляю без конца, но тут по-другому не скажешь. Сложные, околоджазовые, околороковые такие построения, которые начинаются, и мы не знаем, чем они закончатся. Куда заведет нас мелодия, которую поет Джек Брюс. Не знаем, куда она нас приведет. Но логически она всегда закругляется, завершается, рифмуется с началом. Очень интересно. Очень здорово просто. И здесь опять Ферикс Папаларди играет на виолончели, Джек Брюс играет на бас-гитаре, акустической гитаре, виолончели и поет. Ну и, понятно, Клэптон Бейкер, гитара-барабаны. Такая красота невероятная. А все говорят, что Крим – это блюзроковый коллектив. Ничего подобного. Никакой не блюзроковой. Группа, которая играла все. Все, что угодно. Например, песню «Политишн», «Политик», четырехминутная вещь с двойным гитарным соло Эрика Клэптона по разным каналам разнесенных. Причем играется импровизация. Это слышно. Ничего там не придумано. Потому что слышно. Играется просто полет мысли в одном канале и другой полет другой мысли в другом канале. С разными тембрами. Очень интересно. Медленный, раскачивающийся, тяжелый блюз, который написали сами музыканты. Никакой не Вилли Диксом. Сами можем, что называется. Ну, а вот «Born on the Bad Sign» – предпоследний номер. Классический блюз Букера Томаса Джонса Уильяма Белла. Все знают эту песню, кто только ее не играл из блюзманов. Яростный, хороший блюз, не хуже сыгран, чем играют его чикагские музыканты. Играли, точнее. Ну, а вторая сторона концертная. На первой стороне «Crossroads» и «Spoonful» две песни. «Crossroads» 4 минуты, «Spoonful» 16, почти 17 минут. И вот, когда я слушаю здесь «Crossroads», песню Роберта Джонсона, все знают это, да? Ближе к финалу, когда играет Клэптон соло свое, я начинаю понимать, за что я люблю рок-музыку вообще в принципе. Но только начинаю понимать, потому что начинается «Spoonful» 17-минутное полотно. И опять-таки и соло Клэптона, и одновременно соло Джинджера Бейкера, и одновременно соло Джека Брюса. И все они играют соло, каждый. И вот этот вал тяжелого рока гитарного, гитарно-басово-барабанного, блестяще сыгранный виртуозными музыкантами, каждый из которых мастер пофантазировать, и все друг друга слышат, и никто друг друга не перебивает, хотя играют все одновременно, вот такое бывает, да? И все это увязывается, и все это таким плотным валом музыкальным на тебя наезжает, что, понимаешь, окончательно, вот за это я люблю вообще в принципе рок-музыку. Вот в принципе. За что ты, Леша, любишь рок-музыку? За то, что я слышу в песне «Spoonful» группы Крим на концерте. Вот за это я и люблю. Ну, идет песня «Spoonful» Идет рифф, все хорошо, потом в какой-то момент рифф исчезает, и начинается просто настоящий джаз. Настоящий джаз без духовых, но с гитарой, с барабанами, с басом. И продолжается он минут, наверное, 6-7. В одной ноте, в одном аккорде, все. Ну, такие, там, здравствуй, Майлз Дэвис просто. Я не знаю, как Дэвис отнесся. Наверняка он это слышал, все, он вообще был в курсе происходящего всегда. Может быть, плевался, может быть, нет. Он сложный был человек, у него свои, так сказать, приоритеты были. Но это настолько убедительно, я скажу вам, что просто уже ни с чем сравнивать. Сравнивали те, кто после Крима стали играть подобную музыку, те же Лед Зеппелин. Они смотрели назад и думали, что, наверное, вот можно так сделать, да. А эти никуда не смотрели, они мочили то, что у них было в голове и в душе. Трейн Тайм – очень хорошая гармошка, очень здорово. Ну, и тот, последний номер, сколько он идет, 16 минут с половиной почти, блеснул Джинджер Бейкер своими томами, своими двумя бочками, своими руками и палочками. И барабанное соло, кто любит хорошее, здесь оно и есть. И вы получите истинное наслаждение от этого. В общем, пластинка такая, которая, как говорят, должна быть на полке каждого меломана. Никто никому ничего не должен. Пластинка эта никому ничего не должна. Есть она на полке, нет ее на полке, абсолютно не важно. Она просто хорошая, и она осталась в веках. Насчет веков не знаем, потому что в истории рок-музыки 20 века она осталась абсолютно точно. Поэтому я пошел пить, и все. До новых встреч, пока.